Добрый вечер. Сегодня мы с вами будем знакомиться с творчеством, с ранним творчеством Дэвида Уорка Гриффита, человека, с которым традиционно, наверное, связывается рождение киноискусства как такового, с одной стороны. С другой стороны, режиссера, в раннем творчестве которого, можно сказать, что форма короткометражного фильма достигает своих... Во-первых, формируется, во-вторых, достигает своего определенного высокого уровня. Почему я беру, отчитываю, скажем так, начало короткометражного фильма именно с творчества Гриффита? Почему не раньше? Дэвид Уорк Гриффит пришел в кинематограф как режиссер в 1908 году, когда кино уже было вполне развито промышленностью, когда уже появились первые киностудии в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Кино уже было достаточно известным видом развлечения. Тем не менее, говорить о короткометражном фильме, наверное, нельзя. Все-таки в связи с ранними картинами. С картинами, снятыми, соответственно, до начала 1910-х годов. Ну и до 1908 года. Условно говоря, до рубежа этого периода. Почему нельзя? Потому что, в принципе, полнометражный фильм не мог быть сделан в этот период. Были на то определенные причины. Причин было много и в разное время они были совершенно разные. Но, как известно, американское кино развивалось совершенно самостоятельно от европейского. Европейского кино был свой путь развития, у американского свой. Поэтому говорить о том, что Люмьеры были первыми, естественно, абсолютно неправомерно в отношении американского кинематографа. Американское кино отчитывается все-таки от изобретений Томаса Алвы Эдисона. Того самого знаменитого ученого, которому принадлежит и лампочка накаливания, и фонограф, и прочие знаменитые изобретения. Он же первым изобрел киносъемочный аппарат в рамках американского именно пути развития, пути изобретения кинематографа. Он же предложил первые устройства для просмотра фильмов. Эти устройства назывались кинетоскопы. Это были огромные такие деревянные ящики, в которых пленка была склеена в кольцо, вот так вот двигалась по кругу. И в них нужно было смотреть через маленькие такие окуляры. Эти ящики были ужасно неудобными, поэтому, естественно, что проблема, так сказать, проекции на большой экран, которую мы сегодня все будем лицезреть, это, собственно, вот как раз именно Лебьеровское изобретение, она оставалась вполне актуальной. Тем не менее, первые годы, когда Эдисон пустил в ход свои фильмы, они показывались через вот эти вот большие ящики кинетоскопа. Вот, почему Эдисон не мог снимать длинные фильмы? Ну, во-первых, пленка, все-таки она была закольцована, да, у нее был определенный какой-то размер. Невозможно было снять часовой фильм, потому что, ну, никакого механизма бы там не хватало, чтобы пленки просто прокручиваться на протяжении часа. Вот, во-вторых, сама структура просмотра предполагала то, что в фильме представляется некое закольцованное движение, поскольку фильм представлял из себя некое кольцо, да, его можно было провернуть несколько раз, показать несколько раз заителю. Вот, соответственно, и сами сюжеты фильмов, они вообще не предполагали никакого последовательного сюжетного развития. Это были обычные какие-то акробатические или эстрадные номера, коротенькие, которые можно было вот так вот бесконечно смотреть. Вроде танцев различных популярных бродвейских балерин или номеров разных цирковых акробатов. Вот, когда же появились проекторы, причина невозможности снимать полнометражное кино заключалась в том, что аппаратура была поначалу не очень качественной. Тот же самый люмьеровский кинопроектор, который был продемонстрирован в Соединенных Штатах Америки в 96-м году, а избытен, напомню, в 95-м, у него был ряд очень серьезных недостатков у этого проектора. Например, в нем не было такого механизма, который называется петля летома, который ослабляет натяжение пленки в проекте. И поэтому пленка рвалась в самый неудачный момент, то, что называется. Почему люмьеровские фильмы, и вообще почему вот самые ранние фильмы, они такие коротенькие? Почему они идут все не больше там 20-30 секунд? Потому что просто пленка не могла дольше проходить через эти проекторы, она просто рвалась. Поэтому уже невозможно было и монтировать фильмы, потому что в месте склейки, вот в том месте, где пленка склеивается, там тоже она, соответственно, рвалась, она не выдерживала этого натяжения. Когда же на протяжении 1900-х годов кинематограф стал уже известнейшим видом развлечения, в общем-то, массовые публики, Проблема заключалась в другом. Проблема заключалась в том, что сама организация кинопросмотра не предполагала полнометражного кино. Где показывали фильмы? Ну, я думаю, по фильму «Человек с бульвара Капуцинов» вы прекрасно представляете, где показывали первые фильмы. Вот как раз 1900-е годы. Их показывали в разных салонах, в всяких таких сомнительных заведениях. Их показывали в мюзик-холлах в качестве антрактов для различных программ мюзик-холлиных. Поэтому, соответственно, какой там полный метр, да, то есть нужно показывать сценическое представление, а фильм может занимать только небольшой какой-то там 15-минутный антракт. Вот. Их показывали, ну, в общем-то, на ярмарках, в обычных каких-то палатках, где народ гуляет туда-сюда, и, естественно, он не может сосредоточиться и не может выдержать элементарно даже целый час. Вот. Поэтому до конца 1900-х годов полнометражный фильм, в принципе, как явление не имел места быть. Были только короткие фильмы. А поэтому, собственно, название короткометражный, полнометражный, да, вот это противопоставление, оно, в принципе, не может быть применимо к этому кинематографу. Это был совершенно другой кинематограф. В конце 1900-х годов, когда появляются уже крупные кинотеатры, когда кинопоказ становится, в общем-то, центром данного какого-то именно просмотра, да, усиления вот этого момента, зрители непосредственно приходят на сам кинопоказ, а не на то, чтобы посмотреть помимо кино еще что-нибудь такое другое, да. Вот. Именно в этот момент начинают появляться полнометражные фильмы. Происходит это на самом рубеже 1900-х, 1910-х годов. В этот момент короткий метр уже воспринимается как некий самостоятельный формат. Иногда осознанно, иногда неосознанно. Тем не менее, режиссеры уже потихонечку начинают исследовать особенности короткого метра. Что такое короткометражный фильм? Чем он отличается от полнометражного фильма? Они ведут поиски в области формы короткометражного фильма, изучают короткометражный формат, вопросов стоит о лаконичности изложения истории в короткометражном фильме, об эмоциональной силе подачи этой истории, которая также, как вы понимаете, естественно, необходима при коротком метре. То есть, если у нас полнометражный фильм, мы можем рассусоливать историю как угодно. Это, в принципе, она предполагает некое такое длительное вживание зрителя в то, что происходит на экране. Если же речь идет о коротком метре, то этот фильм должен быть именно в силу своей сжатости, своей краткости, лаконичности, он должен именно выстреливать, он должен эмоционально очень сильно затрагивать зрителя. Возникает проблема насыщения коротких фильмов событиями, психологическими характеристиками, насколько это возможно в рамках короткого метра. А также разрабатываются различные жанровые формы, различные стилистические формы, которые годятся для короткометражного кино. И вот первым настоящим мастером короткометражного фильма, о котором мы сегодня и будем говорить, в американском кинематографе является Дэвид Уорк Гриффит. Это человек, с которым, как я уже говорил, связывается и рождение киноискусства. Естественно, что первенство Гриффита относительно. Разумеется, история такова, что не бывает одного человека, который вот так вот взял и полностью изменил ход истории. Естественно, что у него были и предшественники, естественно, что были и другие люди, которые работали параллельно. Например, во Франции параллельно на студию Гомон работает Луи Феяд, который впоследствии в 10-е годы станет автором известнейших сериалов «Фантомасы», «Вампиры». Его разработки, они, в принципе, параллельно, он вел разработки абсолютно параллельно с Гриффитом, и, в принципе, он работал в этой же самой области. Он тоже работал первым, обратил внимание на актера, начал работать с актером, с принципами актерской игры, разрабатывая потихонечку именно кинематографические принципы актерской игры. Тем не менее, все-таки, его творчество – это, скорее, некое повторение того, что делал Гриффит в таком вот именно миниатюрном виде, не в таком, скажем так, глобальном, действительно, масштабе, как у Гриффит. Я бы хотел поговорить о творчестве Гриффита именно раннего. Гриффит наиболее известен, наверное, как автор таких огромных, вот как раз трехчасовых, полнометражных фильмов, как «Рождение нации» и «Нетерпимость». Все эти фильмы он снимал с середины 1910-х годов, это несколько уже другой период. Я бы хотел заострить внимание именно на раннем творчестве Дэвида Уорка Гриффита, о его периоде работы на студии «Байограф», с которого и начинается, собственно, весь его путь в кинематограф. Естественно, что все его достижения за этот период, за эти несчастные какие-то пять лет, с 1908 по 1913 года, невозможно пересказать за одну лекцию. И нам потребовалось бы просидеть, наверное, полночи, чтобы разобраться со всеми особенностями его творчества, со всеми его методами, которые он применял вот в этот период. Я заострю внимание в основном на тех аспектах, которые будут касаться именно короткометражного формата, которые будут касаться вообще формы короткометражного фильма, связанные именно с творчеством Дэвида Уорка Гриффита. Но сначала нужно вообще немножечко его вам представить, чтобы понятно было, о ком идет речь. Тем более, что сегодня мы будем смотреть некоторые фильмы, а фильмы эти были сняты очень давно, в общем-то, уже век назад. Некоторый из них, первый фильм, по крайней мере, который был сделан, был сделан как раз в 1910 году, то есть ровно столетие назад. Поэтому потребуется, конечно, немножечко понять, что это был за человек, на чем он воспитывался, условно говоря, какие эстетические категории применимы к его творчеству. Потому что сейчас, конечно же, после просмотра телевизора достаточно сложно будет посмотреть вот такое кино, с которого, в общем-то, весь кинематограф и, по сути дела, и начинался. Дэвид Уорк Гриффит родился в маленьком городке Луисвилль в 1875 году. Его отец был богатым южным плантатором. Во время войны севера и юга он выступал на стороне конфедератов, то есть на стороне юга. И после разгрома юга, соответственно, семья Гриффитов, как и очень многие плантаторские южные семьи, обеднела. В 1882 году отец Гриффита умирает. Оказывается, после его смерти, что он абсолютный банкрот, что ферма, на которой жил Гриффит, и вся его семья, очень богатая, скажем так, семья, многодетная семья, оказалось, что ферма эта заложена, и закладная даже заложена. То есть денег просто вообще в семье не было. Семья держалась на старшей сестре Гриффита, на старшей дочери, соответственно, Гриффита старшего, которая работала учительницей, звали ее Мэтти. Она же давала Гриффиту первое образование. Именно ей, в общем-то, Гриффит обязан той литературой, на которой он воспитывался, тем приобщением к театру, которое тоже, опять-таки, принципиально было для его дальнейшего творчества. Мэтти приучила Гриффита, молодого, скажем так, юного еще, Дэвида, к литературе. В детстве он читал Диккенса, он читал Фрэнка Норриса, Уитмана, Шекспира, он читал, в общем-то, всю англоязычную литературу, как английскую, так и американскую. В основном 19 века. И поскольку литература 19 века, она, как известно, в Англии, равно как в Америке, была пропитана викторианскими принципами, вообще викторианской моралью, то это оказало принципиальное значение на дальнейший, скажем так, стиль Гриффита, на его эстетические представления и на его нравственные представления. Именно поэтому все его фильмы очень сильно отдают как раз эстетикой, характерной для романтизма, для раннего реализма в литературе 19 века. В общем-то, они вызывают в памяти произведения Эдгара По, Диккенса, вот этих вот писателей, которых он читал в детстве. В юности он действительно хотел стать писателем. Он очень много публиковался. Он писал поэмы, писал рассказы, пьесы. Все эти публикации, они были кратковременные и, в общем-то, не принесли ему большой славы. Тем не менее, в его дальнейшем кинотворчестве, литературная опора, она всегда очень и очень чувствуется. Кроме того, еще один такой призабавный факт. Маленький Дэвид очень сильно шепелявил. Поэтому Мэтти задавала ему учить монологи из различных пьес. Таким образом, он потихонечку поистрастился к театру, поистрастился к театральной драматургии, которая стала для него, опять-таки, одним из полей его изучения в дальнейшем, в его будущем творчестве. В зрелых работах Гриффита, да, в общем-то, и даже в ранних работах Гриффита, очень ощутимо то, что окружало его в раннем детстве. Во-первых, его южное происхождение, конечно же, которое принципиально отличало его от, допустим, жителей американского севера. В XIX веке север и юг это были практически две абсолютно разные страны. Фильмы Гриффита пропитаны вот этим неким староамериканским мироощущением, которое сейчас совершенно неизвестно даже американцам, и непонятно даже американцам. Некая тоска по утраченному патриархальному югу, некий внутренний аристократизм, который был присущ южанам, и который сохранялся у Гриффита просто где-то внутри, я не знаю, в его душе даже элементарно, и выражался, разумеется, в его поведении, в его очень специфической манере держаться, которая, разумеется, очень сильно удивляла и приковывала к нему внимание на всех студиях, на которых он работал. Кроме того, викторианская мораль, викторианские принципы взаимоотношений между людьми и самого общества, восприятие классового общества как некоего естественного социального порядка. Опять-таки, здесь можно вспомнить вот эту тему фильма «Рождение нации», которую уже наши советские киноведы очень много и много обмусоливали. Именно то, что Гриффит выступал на стороне куколокс-клана и, в общем-то, восторгался деятельностью куколокс-клана. Действительно, для него негры изначально должны были быть слугами. Поскольку это предполагал тот социальный порядок, то общество, которое существовало на юге Соединенных Штатов Америки. Ну и литература, конечно. Сентиментальность некоторая, которая присуща викторианской литературе. Сами нравственные принципы викторианства. Некоторые элементы натурализма из творчества Фрэнка Норриса. Да и, в общем-то, общая поэтика Диккенса, которая очень сильно чувствуется в его произведениях. Гриффит всегда говорил, что литература XIX века оказала на него принципиальное влияние. Что он всегда привносил в кино именно литературу. Причем он говорил не только в связи с некоторыми приемами, которые он заимствовал у того же Диккенса или из других писателей. Он имел в виду, в первую очередь, человеческую психологию. Действительно, объектом изучения Гриффита, если вот так вот уже расписывается, какой режиссер про что снимает, то Гриффит всегда снимал про человека. Его всегда интересовала проблема человека, человеческого характера, человеческой психологии. Он искал в кино вот этот эквивалент умения писателей рассказывать о человеке. В этом плане можно сказать, что действительно, не только потому, что он первый из режиссеров, начинает работать с управлением заительским вниманием, начинает работать с материалом, как с некой уже чужеродной формой. Он дает некий сценарий, он его как-то решает уже как режиссер. Можно говорить еще и о том, что именно при Гриффите кино начинает рассказывать о человеке. И именно поэтому становится, в общем-то, искусством. С юных лет Гриффит зарабатывал себе на жизнь просто как только мог. Он сменил огромное количество разных профессий. К 20 годам он стал актером в луисвильской театральной труппе. Ну, такой полубродячей труппе, которая давала представление то там, то сям. Что называется, такая полулюбительская несколько вещь. Потом он работал в труппах, которые разъезжали по провинции. Некоторое время вел вот такой абсолютно кочевой образ жизни. Как актер, ну, надо сказать, что у него задалась карьера исключительно характерного актера. У него была очень специфическая внешность. Он был высокий, худой, с крючковатым носом, несколько сутулый. Он годился на роли всяких таких вот очень специфических странных субъектов, которых он и играл в театре. Естественно, что его внешность не давала ему возможности исполнять главные роли. Как-то вот этот вот момент он сразу отсекался именно потому, что у него была вот такая особая внешность. Частое отсутствие заработка вскоре привели Гриффитон на киностудии. Тогда кино, в общем-то, воспринималось любыми деятелями театра, пускай даже любительского театра, воспринималось как нечто такое, какое-то странное, сомнительное, непонятное дело, да, некое развлечение, в котором можно просто тупо заработать деньги. Вот. В общем-то, по большому счету, очень многие будущие, крупнейшие деятели немого кинематографа и приходили на киностудии только для этого, для того, чтобы заработать деньги. Вот, но потихонечку втягивались. И надо сказать, что Гриффит за первый же год работы на биографе, год работы, когда он исключительно был актером на биографе, он очень сильно полюбил кино, он действительно втянулся в это дело. В 2008 году он уже отказался возобновить турне со своей театральной труппой и окончательно обосновался на студиях биографа. Тем не менее, актерская деятельность у него там, опять-таки, тоже не очень задалась. В 2008 году он впервые себя увидел на экране и понял, что это ужасно. Вот. И решил больше никогда не сниматься. На самом деле, абсолютно парадоксальный факт, и очень многие актеры, воспитанные как раз в гриффитовской школе, они потом вспоминали, что Гриффит, тот самый, который создал, в общем-то, кинематографический стиль актерской игры, человек, которому принадлежит, по большому счету, разработка принципов кино-игры как таковой, он действительно был абсолютно никудышным актером. Вот. Гриффит стал сценаристом, потом он стал режиссером. Надо сказать, что его режиссерский дебют – это уже потрясающая вещь. В нем уже проявился весь его колоссальный совершенно талант. Это был фильм, абсолютно незатейливая, коротенькая такая история под названием «Приключения Долли». Фильм этот был снят в 1908 году. Сценарий, который дали Гриффиту на пробу, так сказать, посмотреть, какой он будет режиссер, да, вот, как он с этим делом справится, сценарий на студии считали абсолютно провальным. Надо сказать, что это была история, которая была уже измуссолерна в кинематографе на тот момент уже десятки раз. Что там рассказывается? Там все очень просто. Такая обычная, хорошая, буржуазная семья приезжает на лоно природы отдохнуть, устроить пикничок. Вот. И девочку из этой семьи, маленькую совсем девочку, где-то там лет пяти примерно, похищают бродячие цыгане. Они ее сажают в бочку, бочку кладут в свою кибитку, кибитка эта переезжает в какую-то реку, и бочка падает в эту реку. Дальше начинается приключение бочки. Вот. Под конец девочку спасают все-таки. Вот. То есть, обязательный хэппи-энд, он имеет место быть. В общем-то, история абсолютно незатейливая, и сделана она в рамках вот той схемы, которая муссировалась в кинематографе еще с 1890-х годов. Здесь, на этой картине проявилось впервые, действительно проявился уникальный талант Гриффита. Проявилась настоящая режиссура, как умение работать с материалом, умение работать, пускай даже с самым чудовищным сценарием, умение управлять зрительским вниманием. Вот эти вот вещи, которые составляют, в общем-то, основу режиссерской деятельности, они уже заметны вот в этой его первой постановке. Гриффит придумал совершенно потрясающий режиссерский ход, который исходил непосредственно из самого этого сюжета, совершенно вот такого глупого и элементарного. Ход заключался в том, чтобы минимумом средств, ну, естественно, минимумом, поскольку он только начинающий режиссер, кто ему даст много денег, да? Вот. Чтобы вот минимальными средствами вызвать зрительское напряжение, чтобы превратить вот эту вот незатейливую историю о похищении в самый настоящий триллер. Делалось это безумно просто. Заритель уже знал, что девочка находится в этой бочке. Оставалось просто пустить бочку по волнам, по самым страшным извилинам реки, чтобы эту бочку колотила обо все камни, чтобы ее просто кидала от берега к берегу, и чтобы зритель сидел вот просто как на иголках каждый раз, когда эта бочка подскакивает, чтобы он просто прыгал с места. На вот этом вот совершенно потрясающем приеме, который основан на чем? Основан-то он, по сути дела, на монтаже, на рассказе истории. Да, зритель уже знает, что в бочке находится девочка. Вот. И поэтому дальше достаточно показывать бочку, чтобы зритель сопереживал вот этой самой бочке, сопереживал приключениям девочки в этой бочке. Неудивительно, что после этой картины, которая стала, ну, скажем так, на осенний сезон, на летний, точнее, сезон 1908 года, стала настоящим блокбастером, после этой картины Гриффит стал главным режиссером студии «Байограф». Продолжение следует...